МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ Кажется, у меня жар. Акулы мерещатся. Ну надо же, градусник потерялся. Пойду к Пискарю Ивановичу. А-а-а! Спасите! Это вы, кошмар! Представляете, в пруду завелась акула! Многоуважаемая, вы тоже видели акулу? Самую настоящую, огромную, зубастую акулу! Это чудовищно! Никакого порядка! И куда только Пискарь Иванович смотрит? Ты слышала? Акула! Акула! В пруду завелась акула! 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 Завелась акула! Акулы широко распространены в морях и океанах. Понимаете? Они обитают в морской воде. То есть в солёной. Хотя, есть такая акула, которая живёт в Пресной. Пресноводная акула. Озеро Никарагуа. От нас это, ну, очень далеко. Позвольте. А вдруг это зубастое чудовище преодолело столь невероятное расстояние? Исключено. В нашем пруду акул быть не может. А это кто? По-вашему! Главное, держим дистанцию. Ни в коем случае не подплываем близко. Как только увидим акулу, прячемся за скамейкой. По моей команде выпрыгиваем и набрасываем на неё сеть. Акула! 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 Все в укрытие. Акула! Прячемся. Спасите! Сеть. Спасите! Держите! Акула! Скорее прячьтесь. Сюда, сюда. Немедленно прекратить. Что за баловство? Это непростительно пугать взрослых. Малькис? Так это вы всех пугали? Безобразие! Хулиганство! Я в шоке! Это возмутительно! Простите нас! Мы не хотели вас пугать! Мы просто играли! Мы подумали, что будет весело! Мы больше так никогда не будем! Простите! Хм. Ну акулу-то вы хорошо изобразили. Молодцы! Кстати, в море живёт не только акула, но и множество других любопытных существ. У меня есть интереснейшая книга про морских обитателей. А-а-а! А-а-а! На старт! Внимание! Марш! Мальки прочитали книгу Пискаря Ивановича и устроили соревнования, в которых участвовали морская черепаха, морской конёк и уже знакомая нам акула. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ой, так... Баба-капа! Осторожно, Лунтик, я тут прибираюсь. Прости, баба-капа. Ой, у вешалки есть колёсики. Вешалка. Какой лужинок! Мы пропали! В чём дело? А-а-а! Отпустите меня! Ай! Спасите! Меня схватили! А-а-а! Отпустите меня! Стойте! Отдайте мой цилиндр! Куда же делась вешалка? А-а-а! Извините, вы тут вешалку не видели? За пискарём какое-то чудовище гоняется. А ты тут про вешалки спрашиваешь? Да стойте же! А-а-а-а! Наконец-то! Потрудитесь объяснить, почему вы унесли мой цилиндр! Да это всё чудовище! Так вы говорите, оно схватило пиявку? А-а-а! 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 Вон отсюда! Хулиган! Только бы не встретить это чудовище! Позадайтесь, чудовище! Позадайтесь! Чудовище? Подождите меня! А-а-а! Вы думаете, я поверю в такую нелепость? Но это правда! Вечно вы поднимаете шум из-за мелочей! А-а-а! Плывите скорее! За нами гонится чудовище! А-а-а! Ух! Да что вы все заладили? Чудовище, чудовище! В нашем пруду не может быть... А-а-а! Чудовище! А-а-а! 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 Мой цилиндр! Это все по вашей милости! Что вы тут устроили? Да! Что ты тут устроил? Так вешалка и есть чудовище! Пискарь Иваныч! Подожди, Лунтик! Вы мне всю рыбу распугали! Распугал! А мне раковину раскрутили! Раскрутил! И ко мне в дом залезли! Залез! Залез! Подождите! Это вовсе не... Правильно! Держи его! А то еще убежит! Немедленно покиньте пруд! Чтоб я вас здесь больше не видел! Да, да! Ура, Пискарю! Лунтик, ты что-то хотел сказать этому хулигану? Вообще-то, это вешалка! Я случайно уронил ее в пруд! Хм, да, действительно вешалка! Тем не менее, это не отменяет моего решения! Немедленно покиньте пруд! Чтоб я эту вешалку здесь больше не видел! Я же сказал, что вы поднимаете шум из-за мелочей! Так пиявку схватила вешалка! И ничего смешного! Баба Капа! Лунтик, что случилось? Вешалка случайно упала в пруд! Баба Капа вместе с Лунтиком посмеялась над этой историей и совсем его не ругала! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Загадки и отгадки Скукотища! О! Мне кажется, Эли сегодня немного штормит! Эй, мальки! Как настроение? Ой, пиявка! Эй, я к вам обращалась! Это не пруд, а какое-то болото! Поговорить совершенно не с кем! Скукотища! Кузя! Смотри, я под зонтиком! Нет, это парашют! Давай прыгнем! А-а-а! Меня уносит! А-а-а! Я лечу! О, привет! Хм! Лётчик-испытатель! Ха-ха! Ха-ха! Попал! Ха! Ничего себе, как далеко улетел! Кузя! Привет! Здравствуйте, тётя пиявка! Как погода? Как настроение? Как водичка? Тёпленькая! Стоять! Куда это ты собрался? Как куда? Домой! Да я тебя сама на этой кувшинке до берега в миг домчу! Только сначала отгадай мою загадку! Ну, хорошо! Я загадки отгадывать мастер! Загадывайте! Сто одёжек и все без застёжек! Что это? Легкотня! Это капуста! А вот и нет! Это лук! Так нечестно! Вы жульничаете! Моя загадка, моя и отгадка! Ну, скажи, скажи! У лука много одёжек? Много! И все без застёжек? Все! Ладно, давайте ещё загадку! Кузя! Ау! Бабочки, вы Кузю не видели? Видели-видели! Он к пруду полетел! Спасибо! Снова не угадала! Это мухомор! Под берёзой не только под берёзовик растёт! Какая же вы пиявка хитренькая! Загадывайте ещё! Без окон, без дверей! Полногорница! Букашек! Арбуз! И внутри семечки! Скажешь тоже! Арбуз! Жучки и древоточцы! В дереве! Вот это да! А я и не догадался! Эй, вы куда? Время обедать! Угощайся! Ну что, продолжим? Давайте быстрее свою загадку! Вот, придумала! По поляне скачет весёлый зелёный! Кто это? Я знаю, я знаю! Это же я! Кузнечик Кузя! Нетушки-нетушки! Это зелёный весёлый Букашек! Кузя, отзовись! Лунтик, я здесь! Что-то засиделся я тут! Лунтик! Кузя! Стойте! А как же я? Никто за мной не играет! Никто в гости не приглашает! Ха-ха! А вот такая загадка! Кружком сидят, хором пищат! Это же мы, Букашки-Букашки! Молодцы! Опять угадали! А-а-а! У меня режим! Да-да! Пиявка любого заболтает! Обо всём забудешь, кроме загадок! Какая у пиявки фантазия! Какой педагогический талант! А вот моя загадка! В воде сидит, на закат глядит! Это же я! Это же я, пиявка! Не-а! Жаба-клава! Так не честно! Ты жуйничаешь! Чья загадка, того и отгадка! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сбылись мечты пиявки! И в гостях она побывала! И друзей нашла! И наговорилась вдоволь в кругу благодарных слушателей! Уа-а! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! А? А? Ничего не видно! Давненько я не чистил свою подсорную трубу! Стёклышко! Деда, что это? Какой-то большой! Хе-хе! Это специальное стёклышко! Оно-то всё и увеличивает! Всё увеличивает? Бабочки! Пчелёнок! Привет! Ой! Стёклышко! Лунтик! Стёклышко у тебя? Э-э-э! Да! Смотри, не потеряй! Надо его найти! Где же оно? Нигде нет! Куда оно упало? Я не видел! Ой! Что это? А! Это стёклышко блестит! Как оно укатилось так далеко? Ой! Здравствуйте, дядя Корней! Здрасте! Здравствуйте, ребятки! Здесь нет! И здесь нет! И здесь нет! Я там поищу! А вы что-то ищете? Вот что здесь блестело! Здесь тоже нет! О! Вот где оно! Лунтик! Скорее! Оно там! Где? Где ты его видел? Там! Ой! Кузя! Стёклышко у бабочек! Ха-ха-ха! Ой! Здравствуйте! Хм! Здравствуй! А ну отдавайте нам стекло! Что? Вот ещё! Это моё зеркальце! А-а-а-а! А! Ой! О-о-о! 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 Оказывается, много чего сверкает на солнце! Да уж! Не волнуйся! Мы обязательно найдём стёклышко! Ага! О-о-о! О-о-о! Красиво! Да? Да! Дождя давно не было! Вот я и решил! Ты? Сядь намочить! Тьфу ты! Эй! Смотрите, что покажу! А-а-а-а! Ой! А-а-а! Ха-ха-ха! Хм-хм! А? Зачем вы пугаете малышей? Откуда вы это взяли? Сверху упала! А я нашла! Это нужно вернуть! Отдайте его мне! Вот ещё! Ну вот! Дождь и закончился! Солнышко! Ой! Сколько всего блестит! Теперь нам точно не найти стёклышко! Оно моё! Его нужно вернуть! Нет! Не расстраивайся! Лужи высохнут, и мы обязательно его найдём! Думаешь? Нет! Отдайте же его! Нет! Оно моё! А-а-а! Если бы только оно нашлось! О! Стёклышко! Оно моё! Оно само нашлось! Надо его скорее вернуть! Что? Оно моё! А-а-а! 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 Лунтик! Где ты был? Я уже трубу почистил и собрал! Давай, стёклышко! Ой! А-а-а! 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 Ой! А-а-а! А-а-а! Чуть не утонула! Ха-ха-ха! Везёт же им! А-а-а! Не холодно и не жарко! Прохладненько! Всё! Переезжаем в пруд! И становимся рыбками! Ха! Ничего себе рыбки! Ну попробуйте! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Так мы тоже умеем! Ещё лучше вас! Что-то вода какая-то непрозрачная! Ага! Пойдём наверх! Переждём, пока муть осядет! Они решили поселиться в пруду! Уже целый час! Ничего не видно после их веселья! Что это за рыбки такие новые у нас? Что-то я проголодался! И я! Интересно, а что они едят в пруду? Неплохо! Очень неплохо! Безобразие! Что вы творите? Прочь с моей поляной, вредители! Никакие мы не вредители, а ваши новые соседи! Да! А со своими соседями нужно дружить и делиться! Они сорвали всю траву и сказали, что надо делиться! Кажется, у нас проблемы! Ах! Хорошо пообедали! Что-то мне опять жарко! Слушай, Вупсень! Нам подводный домик нужен! Точно! Пойдем поищем! Ничье! Значит, наше! Годится! Помогите! Хулиганы одежду украли! Эти бесцеремонные существа хотели унести мой панцирь! Это уже перешло все границы! Ну что, попались безобразники? Мы просто хотели стать рыбками! Да! Подводными жителями! Как вы! Нам такие невоспитанные рыбки в пруду не нужны! Стойте! Куда это вы? Будем вас воспитывать! Водоросли в пруду выделяют кислород, которым мы дышим! Ил – это подводное удобрение! А панцирь – это одежда тети Моти, а не домик! Все поняли? Ага! Угу! Добро пожаловать в Упси-Ни-Пупси! Конечно, в Упси-Ни-Пупси не стали рыбками. Но теперь у них под водой есть собственная дача и даже подводный лимонад. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Жара! Сегодня жарко. Чай лучше пить холодным. Вкусный! На улицу лучше не выходить. Может, голову напечь? А я договорился встретиться с Кузей и Милой. Вдруг им голову напекло? Лунтик, подожди. Вот. Чтобы голову не напекло. Спасибо. Фу! Ну и жара! Ой! Ай! А-а-а! 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 О! Надо же! А в воде прохладно. А-а-а! Здравствуйте, дядя Корней! Вы не видели Милу с Кузей? Эх, там. В старом пне. Спасибо. Мы ведь не можем сидеть здесь целый день. Как нас Лунтик найдет? Думаешь, он выйдет из дома в такую жару? А вот и я. Лунтик, а мы думали, ты не придешь. Ой, какая у тебя шляпка. Да, сегодня так жарко. Ага. Зато в этом пне прохладно. Но скучно. Давайте пойдем к пруду. В воде тоже прохладно. Не бойтесь, здесь не глубоко. В воде и вправду не жарко. Да, только солнце все равно голову напекает. Что вы здесь делаете? Это наш пруд! Вон отсюда! Ищите себе другой! Вон отсюда! Зато здесь большая тень. А в пруду все равно прохладней. А может, нам сделать свой прудик? Неглубокий и в тенечке. Фу... Дядя Корней, мы придумали, как спастись от жары. Надо сделать маленький пруд в тенечке под листиком. Идея-то неплохая. Но вырыть такую яму не так-то просто. Эй, кому тут ямы нужны? Мы вам поможем! Да, мы тоже пруд хотим! Тогда другое дело. А вы знаете подходящее место? Ага! Правда, хорошее место для прудика? Да, вы будете копать яму, а я канал к пруду. Как закончите, дайте мне знать. Эй, не понял? Ой, простите, я отвлеклась. Дядя Корней, мы закончили! Отлично! Я опускаю воду. Прудик получился таким большим, что места хватило всем. И малышам, и взрослым. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Аквариум. Палочка за себя! Палочка за себя! Ну вот, вы опять меня опередили. Ничего, в следующий раз обязательно вас найду. А сейчас мне пора. Я обещал Козе поиграть с ним в волейбол и покататься на самокате. Мы тоже хотим в волейбол и на самокате. Лунтик, возьми нас с собой. Вам нельзя на сушу, вы же не сможете без воды. Сможем, сможем. Лунтик, ну пожалуйста, мы сможем. Давайте лучше я позову Кузю. И мы здесь поиграем. Нет, мы хотим на берег. Мы не хотим играть в пруду. Но вам нельзя на берег. Лунтик, ты больше не хочешь с нами играть? Точно, он просто не хочет с нами играть. Наверное, мы ему надоели. Подождите, не уплывайте. Ладно, я что-нибудь придумаю. Приплывайте к берегу после обеда. Лунтик, мы с Кузей будем вас тут ждать. Ура! После обеда мы будем играть с Лунтиком в волейбол и кататься на самокате. Ура! А я выше прыгну. Нет, я. Смотрите, как я прыгаю. Смотрите, что это? Ура! Это же Лунтик с Кузей. Они пришли. Это ваш новый домик. Мы с Кузей сделали для вас аквариум. Нравится? Нравится. Очень нравится. Ура! У нас теперь новый домик. Я сейчас. Ну что, на волейбольную площадку? Ура! Мы будем играть в волейбол! Ура! Нужно отбивать мяч, чтобы он не падал на ваше поле. Если упадёт, очко нам. Понятно? Всё понятно! Играем! Моя подача! Опа! Есть! На мочко! Есть! Ещё одно! Мне не нравится играть в волейбол! И мне не нравится! Плохая игра в волейбол! Лучше на самокате кататься! Да! Давайте на самокате! Хорошо! Не будем играть в волейбол! Я сейчас сбегаю Корнею Корнеевичу, попрошу у него самокат! Ух ты! Ух ты! Здорово! Кузя! Выезжай на ровную дорогу! Оп! Сейчас! Нам не нравится кататься на самокате! Музя, стой! Мы больше не хотим кататься! Остановись! Остановись! Ой, самокат! Нужно ехать к пруду, чтобы набрать воды! Только не на самокате! Нет! Мы не хотим на самокате! А, ай-яй-яй! А, ай-яй-яй! Ай-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Держитесь! Ай-яй! Ой! О! Ура! Мы дома! Сколько воды! Как здесь здорово! Я больше не хочу играть на суше! Я хочу играть в пруду! Ура! Ура! Кажется аквариум им больше не понадобится Да уж! Как были счастливы мальки, что попали обратно в пруд! Ведь, что ни говори, дома всегда лучше! Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ну и жара сегодня Пойдем на нашу корягу к пруду У воды прохладно Круговорот Ох! Странно! Еще вчера я доставал до воды А сегодня почему-то не достаю Кузя, держись! Вчера вода была здесь, а сегодня совсем низко Да что же это такое? Опять пруд баламутят! Извините, мы не хотели вам мешать А вы не знаете, почему в пруду стало меньше воды? Меньше воды? Ох! Видите? Конечно! Воды будет меньше, если каждый будет воду черпать! Так скоро и пруда не останется! Рыбы добрые! Что делается? Пруд осушают! Что же будет с рыбами? Ох! Нужно найти того, кто осушает пруд! Ой! Ой! Дядя Шнюк, здесь никто не пробегал? Нет, не пробегал Лунтик, смотри, ведро! Ох! Так это вы? Что? Я? Осушаете пруд! Я ничего не осушаю! Я набрал воды, чтобы помыть окно! Но из-за этого в пруду стало меньше воды! Из-за одного ведра воды в пруду не убавится! Можете взять, вылить воду обратно в пруд и посмотреть! Спасибо, дядя Шнюк! Кузя, ну как? Воды стало ещё меньше! Значит, дядя Шнюк ни в чём не виноват! Лунтик, смотри! Ой! Так это вы? Что мы? Осушаете пруд! А-а-а! Э-э-э! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Слыхал? Мы осушаем пруд! Вот насмешили! Да мы просто отдыхаем! Водичку попиваем! Понимаете, воды в пруду становится всё меньше и меньше! А ну идите отсюда! Ой! Не мешайте нам пить! А, пойдём траву жевать! Воды осталось совсем мало! Надо спасать пруд! Звук? .. Онstrugg�ался в дом! Эй, ребята! Никак не могу понять, что это вы делаете? А носим воду в пруд. А разве там мало воды? Конечно! Её становится всё меньше и меньше. Кто-то осушает наш пруд. Вот насмешили. Осушает пруд солнце. Солнце? А вода попросту испаряется. Смотрите. Вот наш пруд. Когда сильно печёт солнце, вода превращается в пар и улетает в небо. Там она становится облаками. А облака, соединяясь друг с другом, образуют тучку, которая проливается на нас дождём. Ой! Смотрите, вода возвращается. Это, ребята, называется круговорот воды в природе. Безобразие! Пруд заливает водой! Если каждый день будет дождь идти, то это что же будет? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Как здорово! У нас ещё никогда не было конкурса песочных замков. Невоспитанные рыбы. Наш замок будет самой красивой. И нам дадут главный приз банку варенья. Тихо, не урони. Чуть правее. Вот так. Осторожно. Ух ты! Блестит! Здорово получилось. А у нас такой ракушки и нет. Эй, малышня! Где вы это взяли? Это мне тётя Мотя подарила. У неё много красивых ракушек. Ага! Значит, тётя Мотя. Вообще-то, можно было спросить и повежливее. Без раковины не видать там главного приза. Нужно идти к черепахе. Ты что? Мы же плавать не умеем. Научимся. Возьмём у дяди Шнюка шлемы и поплывём. Ого! Как тут интересно! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какой у тебя смешной голос. А-ха-ха-ха! Ты себя послушай! А-ха-ха-ха! О! Нужно у них спросить, где живёт черепаха. Эй, малышня! Эй, ты куда? Ну, в другую сторону! Ой-ой-ой-ой! Ой! Я же не умею плавать! Оп-ля! Ух ты! Смотри, как надо! Вперёд! Назад! Разворот! Поплыли! Ага! Вперёд! Назад! Плыву! Ура! Я плыву! Ну и где эти мальки? Я их вижу! Вон они! Ой-ой-ой! Вупсень! Ты меня забыл! Ха-ха-ха! Эй, малышня! Где здесь дом тёти Моти? Да! Нам нужна черепаха! А-а-а! Чудовище! Ларин! Стой! Стой! Стой, тебе говорят! Поймал? Не-а! Глупые рыбы! Эй! Кто-нибудь! Отдались! А-а! Что за безобразие? Как вы себя ведёте? Ага! Она-то нам всё и расскажет! Конечно, расскажет! Нам нужна тётя Мотя! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так вам и надо чудовище! Будете знать, как себя вести! А-а-а! Тётя Мотя! Тётя Мотя! Прячьтесь! В пруду завелись страшные рыбы! Они ищут вас! А-а-а! Тётя Мотя! Тётя Мотя! Прячьтесь! А-а-а! Где? Кто? Кто меня ударил? Это они! Те самые чувавище! Я нашёл дом черепахи! А-а-а! Откройте! Откройте! Мы знаем, что вы дома! Открывайте! Открывайте! Это что ещё такое? Что за невоспитанные рыбы завелись у нас в пруду? Мы не рыбы! Мы вупсень и пупсень! Нам очень нужна ракушка! Для замка! Понимаете? Так почему же вы никому об этом не сказали? Разве вас можно узнать в таком виде? Вместо того, чтобы всех пугать, кричать и устраивать шум, нужно было сначала поздороваться, представиться и вежливо попросить. Неужели бы вам отказали? Ладно! Мы всё поняли! Мы попробуем! Здравствуйте, тётя Модя! Это вупсень и пупсень! Мы очень просим вас подарить нам красивую ракушку! Такую же, как у Лунтика! Такая подойдёт? Конечно! Большое спасибо! Ну что ж... Этот замок превосходен! Ура! А этот... Восхитителен! Ура! Думаю, что обе команды заслужили свой приз! Правда же, Капочка? Конечно, Шершуля! Ребята потрудились на славу! Мила, держи варенье! Держи! Спасибо! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Наконец-то очистила! Блеск! Ах! Вот это блеск! Блеск! Баба Капа, можно я тоже что-нибудь почищу? Хм, можешь почистить этот кран! Деда Шер, можно я почищу раму картины? А? Можно-можно, Лунтик? А? Деда Шер, можно я ещё что-нибудь почищу? Чисти, Лунтик, только не мешай. Ага. А? Лунтик, что ты делаешь? Я просто решил почистить подзорную трубу. Её нельзя так чистить. Ты поцарапаешь увеличительное стекло. Да? Ну ладно. Пойду на улице что-нибудь почищу. Что же можно почистить до блеска? А! А если раковину рака почистить? А? А-а-а-а! А-а-а-ай! А-а-ай! А-а-а-а! Ого! О, вот здесь точно нужно почистить. А! Что это? Дея, помогите! Это ты пруд будоражишь! Опять всем мешаешь! Простите, я хотел крышу почистить. Ай-ай-ай-ай! Что за шум? Это все он виноват! Испортил крышу! Ах, что это с моей крышей? Что случилось? Здравствуйте, Пискарь Иваныч. Я чистил крышу тети Моти. Вы представляете, что произошло? Кажется, я представляю. Похоже, кто-то заигрался и чистит все, что попадается ему на пути. Простите, я больше ничего не буду чистить. Хм. Эй, слушай, Лунтик, а не мог бы ты почистить наши большие часы на площади? Часы? Конечно. Он все испортит! Не думаю. Готово! Теперь у Лунтика полно вещей, которые можно начистить до блеска. А главное, все этому только рады. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Браслет. Ой, пчелёнок, а что это у тебя за спиной? Ничего. Нет, ты там что-то прячешь. Мила, давай улетим отсюда. Давай. Мила, я для тебя... Вы чего тут делаете? Тут наша трава. А что это у тебя там? Чего это ты прячешь? А ну покажи. Полетели отсюда, пчелёнок. Дили-тили-теста, жених и невеста. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мила, это я для тебя сделала. Какая красота. Тебе нравится? Очень. Чего мусор? Воду бросаете? Простите меня, я случайно уронила бумажку в воду. Не сердитесь. Отдайте, пожалуйста, браслет. Ещё чего, даже не подумаю. Мне он нравится, и он теперь мой. Отдайте, пожалуйста. Я его Миле подарил. Что упала, то пропала. Вот вредина. Лунтик, Лунтик, помоги, пожалуйста. У нас браслет упал в воду, а пиявка утащила его и не отдаёт. Пожалуйста, достань его. Я постараюсь. Ой, какая красота. Ух ты, здорово. Как красиво. Да, это моё. А у вас такого нет. Добрый день. Пожалуйста, отдайте браслет. Чего это я буду его отдавать? Но ведь это Милен браслет. Хи-хи. Что упало, то пропало. Лунтик, ты достал мой браслет? А ты отними. Догони, отними. А-а-а-а. Немедленно снимите с меня эту штуку. А-а-а. Снимай, снимай, снимай скорей. А-а-а. Сделай что-нибудь. А-а-а. Лунтик, ты достал мой браслет? А-а-а. Мила, пчелёнок, помогите скорее. Браслет не снимается. Эй-эй-эй, осторожней, вы меня пораните. Потерпите, пожалуйста, мы сейчас. Ну что ты возишься? Давай снимай быстрее. Снимаю, снимаю, не кричите. Живо, пустите меня в воду. Из-за вашего браслета у меня всё болит. Вы же сами его забрали. Да, и сами не хотели отдавать. Из-за вас одни неприятности. Да, бедная пиявка. И почему ей всегда так не везёт? А может, она сама во всём виновата? Чего мусора бросаете? А-а-а, не медленно снимите с меня. А-а-а. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Непослушные плавунцы. Показники! Чистота пруда – дело каждой рыбы. Участок двадцать один. Ответственный карась. Участок двадцать два. Ответственная черепаха. Поздравись! А? Не лениться, не лениться, дружнее, дружнее. Пескарь Иванович, вы что, решили весь пруд вычистить? Конечно. Не чихать и не кашлять. Вот наш девиз. Скоро никто не будет чихать и кашлять от пыли и грязи. Кхе-кхе-кхе-кхе. А? Ай! А-а-а! А-а-а! Участок тридцать четыре. Ответственная пиявка. Помогите! А-а-а! Помогите! 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 А-а-а! Проказники! Я вам покажу, как меня в кушарной яме запирать! А-а-а! 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 У меня работничков! Им бы только играть! На других участках уже чистота и порядок! А у меня что делается? Везде пусор и грязь! Чего стоишь? Лучше помог! Я помогу, но как? Надо поймать их и заставить работать! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 Один попался! Сейчас будем проводить воспитательную работу! Я вступаю к твоему уразу! Ответь! Разве приятно жить в грязи? Разве ты не хочешь, чтобы вокруг было чисто? Я хочу играть! Что? Играть? А то, что вокруг такой беспорядок, тебя не интересует? Я хочу играть! Ты у меня сейчас поиграешь! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Подождите, пиявка! Я, кажется, придумал, что надо делать! Надо просто с ними поиграть! Что? И ты туда же! Не бойтесь! Я хочу с вами поиграть! Я знаю очень интересную игру! Она называется... Подъёмный кран! А-а-а! Хе-хе! Ч-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Ты-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! египет а а в 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 у всех есть свои обязанности даже у малышей но иногда так не хочется их исполнять что же делать можно попробовать превратить обязанности в увлекательную игру и тогда Да? Хм, у вас самый чистый участок. Как вам это удалось? Мы просто немножко поиграли. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Привет. Мячик играете? Здорово. Привет, ребята. А мы будем в ракушку играть. Ракушки. Ой, эта ракушка мне как раз нужна. Дай-ка её сюда. Нет, вы только начали с ней играть. Ну, найдите себе что-нибудь. Вон сколько камней вокруг. А мне ракушка нужна. Ничего себе. Забрала нашу ракушку, да ещё не сказала зачем. Всё игру испортила. А, интересно, что эта тётя пиявка затевает? Кто-то должен это узнать. Давайте я пойду. Какое чудесное утро. Надо бы погулять. Что? Не ломайте мою скамейку. Стойте! Верните мне ракушку. Здравствуйте, тётя Мотя. Тут сейчас тётя пиявка не проплывала? Она только что сломала мою скамейку. Что творится? Забирают ракушки посреди бела дня. Этого нельзя так оставлять. Я пойду к пескарю. Осторожно! Смотри, куда идёшь! Я никуда не шёл. Это вы на меня налетели. Ну, конечно. Лучше бы прощения попросили. Кстати, можете в качестве извинения одолжить мне свою раковину. Что? Нет уж. Тут вы зашли слишком далеко. Что за бесцеремонность? Ну и ладно. Не нужна мне ваша старая раковина. Сами потом пожалеете. Дядя Рак, а вы тётю пиявку не видели? Ох, лучше бы не видел. Её грубость не имеет границ. У неё своих раковин полно. Так она ещё и мою хотела прибрать. Надо поговорить с пескарём. Зачем же тётя пиявка у всех отбирает раковины? Кто? Кто? А-а-а! Это ты! Тётя пиявка, извините, а почему вы всех ракушки отнимаете? Я не отнимаю, а собираю для выставки. А-а-а! Какой выставки? Ай, ладно. Всё равно я уже всё собрала. Я собираюсь устроить выставку ракушек из нашего пруда. Вот это да! Как их много! И все такие красивые! Но знаете, многие обиделись на вас из-за этих ракушек. Ну и что? Когда они увидят выставку, то сразу забудут все свои обиды. Будут восхищаться и хвалить меня. Здравствуйте, уважаемая! Почему-то сегодня на вас все жалуются. Успокойтесь все! Это всё ради моей выставки ракушек, которую я устраиваю специально для вас. Приходите днём к берегу пруда и восхищайтесь! Знаете, уважаемая, выставка эта похвальна. Но нельзя так себя вести с окружающими. Да, у меня нет ни малейшего желания идти на вашу выставку. У нас тоже! Пиявка вредная! Испортила нам всю игру! И мою скамейку! Я тоже не пойду на выставку. Что? Но я же... Я же... Пожалуйста, простите тётю пиявку. Она больше так не будет. Позвольте ей устроить выставку. Хорошо. Но в следующий раз будьте, пожалуйста, вежливее. И тогда мы не будем обижаться, а с радостью поможем. Да, для хорошего дела ничего не жалко. Моя раковина тут самая большая. Выставка получилась очень интересной, а пиявка с тех пор стала чуточку вежливее. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. карусель. Ну вот, плавунцы опять разыгрались. Теперь целый день никакого покоя от них не будет. Ах, проказники! А ну, остановитесь! Тётя Мотя, вы не видели мой мяч? Его плавунцы утащили. Плавунцы опять проказничают. Тётя Мотя, Лунтик, берегитесь! Это безобразие! Так вести себя нельзя! Я обязательно поговорю с ними. Они снова плывут сюда? Скорее в дом! Как вам не стыдно так себя вести? От этих сорванцов никакого спасения. Если начинают резвиться, их не остановить. Я в молодости тоже любила побегать. Но при этом никого не пугала и ничего не разрушала. Даже не знаю, что может удержать их на одном месте. Вот это! Они должны выучить все правила поведения. Может быть, их чем-нибудь заинтересовать? Например, построить для них карусель. Все дети любят кататься на каруселях. А я считаю, что плавунцов может изменить только строгая дисциплина. Ладно, не спорьте, попробуем оба способа. Вы, тётя Мотя, попытаетесь их перевоспитать. А мы с Лунтиком построим детскую карусель. Посмотрим, что на них больше подействует. как вам не стыдно? Так нельзя себя вести. подождите! Подождите! вот, принимайте работу. Это для вас карусель. Кто хочет кататься, пожалуйста, садитесь. всех. Интересно! Понравится им наша карусель или нет? Понравилась! с тех пор плавунцы перестали всех беспокоить ведь теперь они целый день катаются на этой чудесной карусели и плавунцам весело и нам спокойно а все таки лунтик был прав однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем прорубь что случилось почему все белое неужели зима пришла я же должна зимовать в пруду смотри кузя тетя мотя тоже зимой гуляет давай доедем до пруда и подождем ее ты чего пруд замерз ну правильно ванна ванна яхо она превратилась в лед лед а как же рыбы плавают они наверное застыли и не могут пошевелиться надо им помочь сейчас я вам помогу х х х тут нужно что нибудь побольше и потяжелее но Ах! Ничего не получается! Кузя, смотри! Лёд тает от моих рук! Это потому что ты тёплый! Можно согреть лёд, тогда он растает! Лунтик, что ты делаешь? Вставай скорее! Лучше принеси одеяло и подушки! Не знала, что зимой так трудно ходить! Держитесь, рыбки! Мы идём на помощь! Ай! Ой! Одеяла подушек недостаточно! Что ещё может согреть зимой? Горячий чай! Думаю, горячей воды достаточно! Думаешь, получится? Не знаю! Надо подождать! Заберём пока одеяло! Безобразие! Вы захламляете наш пруд даже зимой! Куликаны! Безобразие! Не летом, не зимой! Опа! Шевелится! Привет! Когда же вы мне отдохнуть дадите? Ой! С вами всё в порядке! А я думал, что в пруду все замёрзли! Ещё чего! Ого! Смотрите, снег! Привет, Лунтик! Это ты сделал, мама-кошка! Теперь у нас эта дырка! Никакого спокойствия! Думала, хоть зимой отдохну! Что за крики? Что происходит? Здравствуйте, Пискар Иванович! Я так рад вас видеть! Мы думали, что вы не можете пошевелиться! Вода-то замёрзла! Хм! Это очень мило с вашей стороны! Но у нас замерзает только поверхность пруда! А так всё остаётся как обычно! Да! Только снизу зимой не видно! А теперь у нас есть окно! Жалко, что оно такое маленькое! А вот и мой пруд... А-а-а-а-а-а-а! Что там такое-то? Добрый день! Здравствуйте, тетя Мотя А я все думаю, куда вы пропали? Ура! Большую дыру сделали! Жителям пруда повезло, что Лунтик решил их спасти И хотя никакой беды не было, он помог им увидеть зиму во всей красе